Юрию Полякову и участникам планерного совещания представили отчет с очередного объезда сельских территорий. Цель таких выездов – оперативное наведение санитарного порядка и устранение нарушений, которые могут стать причинами возгораний. Это одно из ключевых поручений главы, особенно в пожароопасный период. Работа стала системной, однако главам сельских округов поручено ежедневно объезжать территории. На одном из фото соседи сжигали мусор возле своих домов. Какой дом? Привлекли, правильно сделали. А это уже фото с хорошими новостями. В Анапе установили уличные тренажеры на улицах Горького и Лермонтова. Также в муниципалитете появились 11 новых детских площадок. Большая часть из них в сельских населенных пунктах. Средства на эти цели выделил председатель Кубанского законсобрания Юрий Бурлачко из специального депутатского фонда. Протапова 60, Крымская 128, Крымская 181, 183, 185, Ленина 66, 68, 70, ульца Станичная 80. Еще одно поручение главы – мобилизация доходов. Четыре предприятия, которые реализуют крупные инвестиционные проекты, уже встали на учет в Анапскую налоговую инспекцию. В результате в бюджет уже поступило почти 6 миллионов рублей в виде налогов на доходы с физических лиц. В ближайшее время пройдет очередной этап переговоров с филиалами крупных компаний. Эти решения надо принимать. Все, кто находится на территории и работают здесь, хотелось бы, чтобы они платили все налоги здесь. Поэтому проведите эту работу с ними, поговорите и мне доложите потом, с кем и как. Вместе с тем, за минувшую неделю административная комиссия рассмотрела 143 материала. В 134 случаях вынесла решение о штрафе. В виде санкций в бюджет должно поступить более 400 тысяч рублей. В большинстве случаев это компенсация за урон имиджа курорта, нанесенного хаотичной торговлей и нарушением правил благоустройства. Сейчас экватор сезона мы прошли, август месяц. Наверное, людей больше, чем было в июле. Поэтому мне нужно, чтобы была усилена работа по несанкционированной торговле. Кроме того, Юрий Поляков потребовал от всех подчиненных беспрекословного выполнения его поручений. Он дал понять, что ни одно из них не будет забыто. Рано или поздно необходимо будет отчитываться. И лучше о проделанной работе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.